Добрый день. Меня слышно? Здравствуйте. Да, хорошо. Я выложил в чап ссылку. Пожалуйста, пройдите и зарегистрируйтесь, чтобы присутствует. Извините, в этой ссылке нет группы НКА, направление НКА. Какой? НКА, в принципе. Не первый, не второй. Сейчас напишите. А там так же нет групп НММ, тоже написать в чап? Напишите. НКА, вот так вот. Их сколько? НКА. НКА. Так. НКА, БД, сколько? Только ноль первая или больше? У нас всего пять групп. От единицы до пяти, да? Да. Правильно я понимаю, да? Да. Спасибо большое. И в математике сейчас это НБ и БД четвертая есть. Слово. Как интересно. НБ и БД четвертая есть. Так. Математики. НММ. Как полностью пишется? Напишите полностью название, пожалуйста. НММ. Ага. Понятно. Спасибо. Так. Все. Все теперь видно группу. Спасибо. Давайте посмотрим, что у нас по БРС. Вы уже обсуждали это с семинаристами. А сейчас просто МКАБД-04 это опустил, давайте посмотрю. Нет, я поставил МКАБД-04, есть МКАБД-04, есть МКАБД-04, есть такое поставил. Имеется в виду, что они вообще на собрание не могут зайти. Было отменено собрание, которое неудачно поставили по отчислителю, а по знаменателю нет, оно не отменено. И что самое неприятное, я ничего сделать не могу, потому что это делает только... Да, у меня нет редактирования собрания, только в подключении к нему. То есть нужно обратиться тогда в диспетчерскую нашего факультета, это к Миловановой Катьяне. На втором этаже она сидит. Сейчас я ее напишу. Эта группа не может пойти. Эта группа не может пойти. Я отправил сообщение, но, наверное, ее еще нету, она как-то идет исправить это состояние. Так, давайте... Еще вопросы есть? Давайте посмотрим, что у нас... Дисктоп. Видно дисктоп, да? Алло, алло. Да, видно дисктоп. Хорошо. Итак, у нас... Вот это ФОС. Вот с разграфкой у вас по БРС и всего остального. Давайте БРС посмотрим. У нас, значит, следующие активности у вас... Это лабораторные работы. Лабораторные работы состоят из дополнения и самопроверки лабораторной работы. Но это вам понятно, друг у друга проверяете, да? Соответственно, преподаватели тоже проверяют. Поскольку у преподавателей более высокий уровень, то оценка преподавателя превалирует. Доклады по темам. Вот у нас... Видите, у нас вот тема докладов. Вам нужно выбрать тему докладов. Выкладывается презентация и реферат доклада. Три теста к лекциям. Ну, в каждой лекции идут вот контрольные вопросы к лекции. Вы просто отвечаете. Значит, по лекции у нас есть слайды. Значит, слайды у нас в нескольких вариантах. Это три на четыре, это шестнадцать на девять. Это слайды, это печати, а это слайды в таком вот виде, с ноутсами, где вы можете помечать по каждой лекции вопросы. Плюс у нас... А, тут картинка просто лежит. Она в слайдах есть, чтобы было более крупно. Поэтому, как у нас будет картинка. Вот такая вот. Это некие описания эволюции линексов. И видео. Видео к лекции. Так, что у нас дальше? Индивидуальный проект, также выполнение и самопроверка, взаимопроверка. Индивидуальный проект это у вас. Вот он, в качестве индивидуального проекта вы реализуете персональный сайт научно-инженерного работника. Поскольку вы учитесь научно-инженерного работника. Вот у вас этапы реализации проекта в 6 этапах. И техническое описание по проекту. Ну, они у многих есть такие. Вот это вот стандартный. Делается на таком механизме. Делается на стете Jamstack. Это статические страницы. Страницы делаются в маркдауне. А потом с помощью генератора статических сайтов юга. Это один из генераторов. Делается сайт и выкладывается на GitHub pages. Это такой бесплатный хостинг у вас получается. Ну и там вся информация о вас находится. На двух языках делаем. Ну и в конце у вас экзамен. Экзамен у вас в виде теста. Тут день поставлен произвольным образом. Дело в том, что когда будет точно неизвестно, будет приказ о прохождении итогового контроля знаний, и тогда будет выставлено точное время. А пока тут так вот произвольно. Значит, вот у нас баллы идут. Тест 20 баллов. Доклад 12. Тест и лекция 8 баллов дают. В общем, индивидуальный проект 18. И 14 лабораторных работ 42 балла дают вам. Проверяется у вас по критериям. Это вы понимаете тогда. Значит, у вас что должно быть? На каждую работу скринкаст. Значит, скринкаст выполнения работы, скринкаст защиты работы, скринкаст подготовки отчета по работе, скринкаст подготовки презентации по защите работы. Ну и дальше критерии. Что должно быть? Ну вот, собственно, да, вот все критерии. Дальше у нас соглашение об именовании. То есть у вас в отчете должно быть ясно видно, кто сделал работу. То есть должен присутствовать ваш логин в форме такой же, как и дисплейный классов. То есть имя, отчество и фамилия. Так. Ну, это лабораторные работы. Это критерии по докладам, списки докладов и индивидуальный проект. Ну вот, собственно, и все. Есть вопросы по информации по курсу, по БРС и так далее? Извините, пожалуйста, у меня есть вопрос. У нас получается третья лабораторная работа. Там нужно выполнить отчеты за предыдущие лабораторные работы в формате маркдаун. И тогда вопрос, как нам ее выполнять, если у нас уже по логике должны быть отчеты в маркдаун сделаны? Да, да, это... Угу. 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 Да, 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 да. Я просто не учел, что вы маркдаун-то уже знаете. Можно прикопить просто видео о том, как мы делаем второй лаборатор. Да, да, я думаю, да. То есть отчет по второй лабораторной работе будет так же, просто как видео о том, что мы делаем саму лабораторную третью. Да. Участие одно видео, но две лабораторные. Наверное, так вот, да, будет, да. Потому что мы, я делал без учета того, что вы хорошо продвинетесь в маркдауне в первой части семестра. Это как бы должны были вы вспомнить, как работать все, и все, и кто мне какой-то последний. Спасибо. Продолжение следует... Простите, восьмикрофон исключен. Так, все включилось? Да. Да, спасибо. Продолжение следует... Этот проект, это страничка не только для взаимодействия внутри России, то есть на русском, но и взаимодействия с зарубежными товарищами. И там, естественно, английский. Английский язык является языком науки. Но он так стал фактически. Как вы помните, у нас языками науки были разные языки. Сначала латынь, потом в восемнадцатом веке больше гуманитарных наук языком стал французский язык. В девятнадцатом веке его на этом месте потеснил немецкий язык. Но французский оставался. И если вы читали, например, российские статьи начало двадцатого века, конец девятнадцатого, начало двадцатого века, то большая часть идет на немецком, ну и часть идет на французском. То есть это были два основных языка, немецкий и французский. Ну, а после прихода к власти Гитлера, которые захотели сделать немецкий язык основным языком вообще международного общения, но все их действия привели к тому, что он перестал быть языком и культуры, и науки. И поскольку большинство ученых эмигрировали именно в Штаты, в Англию, то сам по себе стал языком науки с конца тридцатых годов. На место языка науки постепенно продвигался английский, ну и вот английский стал языком науки. Ну, наверное, но это не настоящий английский, на самом деле, на данный момент это скорее пиджин английский, то есть такой вот урезанный вариант, но при этом нужно жить в той парадигме, что на данный момент вы обязаны знать английский язык. Вы понимаете, на кого вы тут учитесь? Вот вопрос, который я всегда студентам задаю. На кого вы пришли учиться? Нет ответов или меня не слышно? На компьютерщик. Что это за компьютерщик? Человек, который будет получать очень много денег. Очень интересный подход. Так, на математику. Детели и науки, чтобы в дальнейшем развивать сферу, в которой мы сейчас работаем. Ага, просто получить диплом. Правильно, хорошо. Спонсировать нашу научную работу. Да, вот, я боюсь тут консировать, и получится. Ну ладно, диплом. Ну да, значит, у нас можно разделить всех на две большие группы. Профессионально ориентированные студенты и мораториально ориентированные студенты. Значит, профессионально ориентированные студенты. 20% работы занимают 80% времени. Таким образом, 20% это профессионально ориентированные студенты, которые пришли получить хоть какую-то профессию, а 80% это те, которые пришли просто, наверное, провести время. Возрастной мораторий реализовать. То есть у вас сейчас такое время, когда вас вполне нормальным считается, что вы сейчас не работаете, а учитесь. И это будет продолжаться определенное время. И вам нужно реализовать этот мораторий. Не работать, а как бы делать вид, что учитесь. Ну и как-то в свое время веселую жизнь. Ну а 20% будет учиться. Итак, у нас тут смешаны три блока больших направлений. Это математики, которые, наверное, и пойдут в математике. В котором программирование-то не очень не нужно. У математиков есть выбор в этом году, по крайней мере. А, ну, хорошо, выбор это хорошо или плохо. Нет, наверное, плохо, да. Но все равно выбор есть. Значит, есть бизнес-информатика. Это вот непонятная специальность. На которую непонятно, почему люди учатся. Но, в принципе... И вот это вот три направления. НК, НПНФ, НПИ. Которые подходят под название компьютерной науки. Так вот, вы, собственно, за два года бакалавра и за, наверное, бакалавра полностью, вас готовят в качестве... Бизнес-форматики, да, могут все... Вас готовят... Наверное, так, это... Заготовка для специалиста по компьютер-сайенсу. У нас, значит, давайте... Кто у нас компьютер-сайенс? Это у нас... Фелезячники. Оперейшнс. Это поддержка. И девелопмент. Это те, которые в чистом IT, люди работают. Железячники, те, которые с железом, все эти прокладывают в компьютеры. Стойки монтируют, смотрят за ними. Оперейшнс. Это те, которые поддерживают, работают... Системные администраторы, инженеры, администраторы баз данных, сетей, операционных систем, приложений. И разработчики, это программисты. Ну, вот это два больших куска. Это фронт-энд, бэк-энд. Ну, и в рамках него все валятся, эти программисты. Я хочу сказать, что есть, опять же, два уровня. Это на ассемблере можно. Можно сколько угодно получить 300к. Я думаю, что, когда вы закончите ВУЗ 300к, это уже будет фантастикой для всех. Ну, кроме отдельных специалистов. Кризис мировой. Пузырь издувается, лопается. Итак, сложность языка программирования коррелирует, но обратно коррелирует. Чем более идиотский язык программирования и более неинтересно на нем работать, тем больше за него будут платить. Ну, например, PHP, он не самый интересный и сложный язык программирования, но за него платят достаточно хорошо. Значит, а сложный и красивый язык программирования Haskell, за него вообще прописки не платят. Итак, два уровня. Это синие воротнички и белые воротнички. Синие воротнички это рабочие специальности, а белые воротнички это инженерные специальности. Так вот, большая часть IT-специалистов это синие воротнички. Те, которые программисты, джуниоры, мидлы и сеньоры, это синие воротнички, это рабочие. Даже если они получили диплом, они все равно работают по рабочей специальности. Сеньер это такой слесарь шестого разряда, то есть высококачественный, высокопрофессиональный рабочий. И для того, чтобы работать рабочим, естественно, университет кончать большей необходимости нет. Ну и кроме того, создается впечатление, что тут из вас готовят инженеров по этим специальностям. Но подготовка зависит от вуза и от контингента преподавателей, которые в этом вузе и чему они учат. Так вот, если бы вы хотели быть разработчиками, то вам, скорее всего, и то не факт, идти была бы на ВМК, или в Бауманку, или в Литмо, потому что там готовят разработчиков. инженеров оперейшнс готовят вообще очень мало где. Обычно это просто туда приходит. А у нас в вузе готовят следующий шаг в развитии IT-специальностей. Это прикладного специалиста, прикладного научного работника, научника по с осознанием компьютер-сайенс. Обычно прикладные научники занимаются моделированием. Моделирование. Моделирование это у нас на удаленку и ничего не делать, и получать зарплату. Это можно было года два назад делать, а сейчас с этим очень сложно. Я к тому, значит, про синих воротничков. Если вы хотите работать программистом на уровне синих воротничков, то вам уже нужно пытаться работать. Потому что университет это просто дополнительный бонус. На работу берут и просят очень часто диплом университета, но это как бы не положительный бонус, а ликвидатор отрицательных бонусов. То есть если у вас нет диплома, это вам минус. А если у вас есть диплом, то это не плюс, это просто ноль. То есть у вас не появляется минуса. И так вы фактически тут учитесь на научных работниках в области моделирования. Поскольку области моделирования зависят от того, кто преподает, то у вас фактически две области моделирования, потому что у нас два больших научных коллектива. Это коллектив Константин Евгеньевича Самуэлова и Леонид Антоновича Севастьянова на кафедре. Плюс к этому у нас есть элементы статистического моделирования. Это то, что называется машинное обучение и искусственный интеллект и элементы информационной и кибернетической безопасности. Что? курсы по программированию это очень хорошая вещь. Они для рабочей специальности очень хороши. Это разные вещи. Высшее образование для белых воротничков дает определенный базис, которого нет у рабочих специальностей. Им не интересно этот базис и возможность двигаться дальше. на данный момент просто возникла такая ситуация, что у нас есть в России да и во многих всех люди рубля и люди доллара. Люди доллара работали на доллар, на запад. Очень большой пласт программистов попали в струю, в хвост пузыря IT технологии и из-за того, что работают на запад, они получают деньги, конечно, меньше, чем западные люди, но больше, чем люди рубля. Поэтому считается, что программисты это высокооплачиваемая работа. Это было не всегда, это началось наверное в начале десятых годов, то есть лет 12-15 началось это, 12 лет а до этого были наверху юристы, экономисты, которые сейчас съехали. Вот если вы сейчас посмотрите на экономистов и юристов, то это то, что ждет программистов в самом ближайшем будущем. Вот так вот. да, знаний вам университет должен дать некую базу знаний, от которой вы должны отталкиваться. фундамент. А без фундамента ну вот это очень хорошо видно по программистам, когда очень часто меняются фреймворки и или нужно осваивать другой язык программирования. Все языки программирования, которые сейчас употребляются большая часть это алголоподобные и даже более тосиподобные. То есть выучить такой язык это вопрос одного-двух вечеров, чтобы начать продуктивно на нем работать. А если у вас нет базы, если вы этого не понимаете, если вы не видели этих языков, вам освоить новый язык становится крайне крайне сложно. И то же самое с новым фреймворком. То есть вы становитесь таким одноразовым работником. Пока вы можете что-то делать в данном направлении, делайте, направление меняется и вы забываете. У Азика Азимова Исак Изюмов Да так его фамилия Изюмов Есть рассказ Профессия где про это очень хорошо написано. Матан без Матана Нет Матан нигде не нужен Аз Я считаю что в Матане основная идея то что он переворачивает ваш мозг Есть понятия в христианстве метаногия это изменение сознания Так вот Матан меняет ваше сознание Если вы не учили Матан то вы и дальше не сможете работать вы просто не будете понимать остальную математику для вас она будет казаться дикой непонятным Как только вы будете учить Матан и по мере обучения у вас переход состояния метанойя вы будете это воспринимать математические все обозначения как должные понимать их и вы будете удивляться как вы забудете что сами их не понимали и будете удивляться что другие не понимают и вот у программистов большой слой это теория алгоритмов и так далее без Матана вы ее просто понимать не будете там можно что-то заучить но нельзя читать кнута на ночь как легкое чтиво пройдете Матан и сможете читать кнута на ночь а не пройдете Матан и не сможете то есть для вас на верхние уровни будет путь закрыт к сожалению это так без переворота сознания это невозможно сделать тот Матан который сейчас дается это детище 19 века он действительно он классический но на мой взгляд все-таки немного устаревший это не является передовым направлением математики но без него вы не сможете двигаться дальше и передовые вещи знать не сможете так что можете не учить Матан никто не заставляет но это то что позволит вам перевернуть ваше сознание перевернете сознание и дальше будет все легко подниматься не перевернете так же то же самое и с физикой поскольку вы готовитесь тут как специалисты прикладники у специалиста прикладника следующие области в которых он должен разбираться это модель алгоритма и комплексы программ то есть он должен понимать как описывается модель численные алгоритмы какие алгоритмы подойдут алгоритмы машинного обучения и так далее какие алгоритмы подходят для описания модели комплексы программ он должен запрограммировать эти алгоритмы чтобы получился результат а модель это нужно знать какую модель применить то есть вам нужно знать модели чтобы применить какой-то области и знать эту область так вот источником всех моделей является теоретическая физика то есть вы не зная физику не пройдете этап метаноги в понимании моделей и никогда не сможете собственно работать легко работать с моделями для вас это будет все сложно у вас каждая модель будет чем-то особенным не связанным с другим миром и и все и вы ничего больше сделать не сможете а если вы перейдете грань изменения сознания для вас все модели вообще моделей вообще можно по пальцам пересчитать двух рук даже скажем порядка десяти моделей глобальных которые применяясь в разные места они выглядят немного по-разному но фактически это одни и те же модели вот этих специалистов кстати очень не хватает и при желании конечно можно получать достаточно по этим специальностям в общем вас к этому готовят вас готовят чтобы из вас получились научные кадры или заготовки научных кадров для дальнейшей работы соответственно у вас если вы по научному пути пойдете у вас два направления это академия и индустрия академия это или преподавание или занятие наукой в академических институтах индустрия это инженерная деятельность на заводах в индустрии научная инженерная деятельность в индустрии разница в том что если вы идете в академию то вам платят меньше но относительно меньше но вы занимаетесь чем угодно чем хотите если вы идете в индустрию то вам могут платить больше но в целом платят меньше чем в академии и более неустойчивая жизнь но зато вы занимаетесь тем чем вам скажут но так же как и в программировании когда вы идете в программирование вы думаете что будете творить новый мир а потом всю жизнь сидите и исправляете ошибки в какой древней системе которая написана была 50-60 лет назад и до сих пор живет так так вопросы какие-нибудь есть у нас по предмету предусмотрено доклады и вот и вот я вижу что на первую лекцию есть несколько докладов готов ли кто-нибудь доклад рассказать вот у меня тут Александр Олег Костейн Аскеров Козлова Крайм Диск Диск И и Диск с платформ давай так Давайте вот так, слушаем. Существует... Что? Что? Вас не было слышно. Да. Существует множество производителей операционных систем. Вот основные из них. Это Microsoft, Google, Apple, Canonical, Debian Project, The FreeBSD Project и Linux Mint. Каждый из них предоставляет операционную систему, адаптированную к потребностям различных пользователей от личного использования и до развертывания на предприятии. Microsoft Windows — это самая популярная операционная система в мире, установленная более чем на 90% всех настольных компьютеров и ноутбуков. Она известна своим удобным интерфейсом, совместимостью с большим количеством аппаратного и программного обеспечения, а также широким набором функций, таких как защита от вирусов, родительский контроль и ряд функций безопасности. Она доступна в нескольких версиях, а именно Windows 11 и Windows 10. Android. Android основана на ядре Linux и использует модифицированную версию языка программирования Java. Она предназначена для работы на различном оборудовании, включая смартфоны, планшеты, телевизоры и другие устройства. MacOS от Apple основана на операционной системе Unix, отличающейся надежностью и безопасностью. Она включает в себя множество функций для управления файлами, удобства в использовании лицами с ограниченными возможностями, например, чтение текста вслух. Ряд функций безопасности, таких как песочки C, предотвращающие повреждения системных файлов вредоносным кодом, белый список приложений, позволяющий указывать список приложений, которые разрешаются запускать, и шифрование хранилища файлов. Canonical. Частная компания по разработке программного обеспечения и услуг, базирующаяся в Лондоне. Она наиболее известна своей операционной системой Ubuntu, которая является самым популярным дистрибутивом Linux в мире. Компания также производит другое программное обеспечение с открытым исходным кодом, такое как Juju, Landscape и MAAS. Canonical стремится разрабатывать бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом и делать его доступным для всех. Debian – это бесплатный дистрибутив Linux с открытым исходным кодом, разработанный и поддерживаемый сообществом Debian Project, ассоциацией отдельных лиц и организаций со всего мира. Debian – один из самых старейших и самых популярных дистрибутивов Linux, которым пользуются миллионы пользователей. Он известен своей стабильностью, безопасностью и простотой использования, и используется во множестве приложений, от веб-серверов до встроенных систем. Этот дистрибутив также обладает широкими возможностями настройки, что позволяет пользователям настраивать систему в соответствии со своими индивидуальными потребностями. The FreeBSD Project FreeBSD – это операционная система с открытым исходным кодом, основанная на Berkeley Software Distribution BSD семейства Unix, разработанная и поддерживаемая сообществом The FreeBSD Project. Она используется в качестве базовой системы для многих других операционных систем, таких как MacOS, и широко используется в серверных и встроенных системах. FreeBSD отличается стабильностью, производительностью и используется в самых разных приложениях, от веб-серверов до игровых консолей. Она также включает в себя большую коллекцию программных пакетов, упрощающих установку и настройку приложений. FreeBSD бесплатно для использования и распространяется по лицензии BSD. Linux Mint Это бесплатный дистрибутив Linux с открытым исходным кодом, основанный на Ubuntu. Это один из самых популярных дистрибутивов Linux для настольных компьютеров. Он удобен в использовании и прост в установке. Он поставляется с большим набором приложений и функций, включая среду рабочего стола Cinnamon, мультимедийные кодеки и доступ к репозиториям программного обеспечения Ubuntu. Linux Mint также обладает широкими возможностями настройки, что позволяет пользователям настраивать среду рабочего стола в соответствии со своими потребностями. В заключении хочется сказать, что есть множество компаний, предлагающих самые разнообразные операционные системы для удовлетворения потребностей каждого потребителя. Наверняка существует та операционная система, которая удовлетворит эти нужды наилучшим образом. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Здесь у нас всегда подпишись. Кто еще хочет? Может мне следующий рассказать? Кто это? Разлова. Разлова, да, давай. Сейчас. Видно? Да, давайте на весь экран, если возможно. Да, сдавай. История отечественных операционных систем. В конце 80-х, в начале 90-х, в известный переходный период в СССР и России, когда начинали создаваться группы для работы по аутсорсингу, проектам, финансируемых фирмами США, американские специалисты были просто поражены, обнаружив в России сильнейшие исследовательские промышленные группы в области ИТ. Отечественные разработчики, почти ничего не зная об аналогичных работах американских коллег, создавали свои оригинальные системы, в том числе и ОС. Например, идея многопоточности была реализована в ОС Эльбрус еще в конце 70-х. А популярных зарубежных ОС, Unix, Solaris, Windows, многопоточность появилась только в конце 80-х, в начале 90-х. Среди передовых оригинальных отечественных разработок в области компьютерной аппаратуры и ОС следует выделить прежде всего ВМ-БСМ-6, ее операционные системы OS-Dispack, OS-Diapack, OS-IPM и ее системное прикладное программное обеспечение. Операционные системы для ВМ-БСМ-6 поддерживали пакетный и диалоговый режимы взаимодействия с компьютером, страничную организацию виртуальной памяти, работу с внешними устройствами и телекоммуникационными каналами, работу в локальных сетях. Каждой ВМ-БСМ-6 были подключены десятки терминалов, работавших под управлением диалоговой системы DIMON, DGIN и другие. Работа ВМ-БСМ-6 и ее ОС отличала высокая надежность. Другой передовой отечественной разработкой 70-80-х годов была разработка многопроцессорных учислительных комплексов Elbrus-1 и Elbrus-2. Основными принципами Elbrus являлись теговая архитектура, динамизм и аппаратная поддержка типичных, подчас весьма сложных, последовательностей действий, используемых при реализации языков высокого уровня. ОС Elbrus поддерживала создание процессов, названных многопоточностью. Была реализована математическая виртуальная память с поддержкой страничного распределения виртуальной памяти на диске и сегментного распределения физической оперативной памяти. В начале 70-х годов в развитии отечественной вычислительной техники и ее системного программного обеспечения начался новый этап. Правительство СССР приняло беспрецедентное решение о создании в качестве основной на достаточно долгий период времени отечественной серии единой системы EVM путем копирования американских компьютеров в серии IBM 360. Соответственно, все базовое системное программное обеспечение, в том числе и ОС, также было адаптировано к использованию в СССР, либо использовалось в оригинальном виде сообщениями на английском языке. К сожалению, отечественные аналоги, аппаратуры IBM 360, машины серии ES-EVM оказались гораздо менее надежными, чем их прототипы. Разумеется, история отечественных ОС на этом не закончилась. В 2011 году бывшие сотрудники Nokia создали операционную систему Safish с открытым исходным кодом на базе Linux. В 2020 году компания Ростелеком приобрела 75% проекта Safeish Mobile OS Rush, а год спустя, внеся в свои доработки, была выпущена первая версия операционной системы Аврора. Операционная система предназначена для смартфонов, планшетов и других мобильных устройств. Операционная система Аврора серьезно отличается от привычных Android и iOS. Там иной пользовательский интерфейс. На главном экране нет ярлыков приложений или виджетов, а есть обложка запущенного программного обеспечения «Диспетчер задач». Здесь нет магазина приложений, в обычном смысле этого слова. Каждому клиенту предоставляется набор определенного программного обеспечения. Операционная система очень хорошо подходит для слабых устройств. Даже на смартфонах с одним гигабайтом оперативной памяти нет зависаний в работе. Разработчики считают, что главное преимущество Авроры – защищенность устройства и длительный жизненный цикл. Ред.ОС – это единственная отечественная операционная система, лицензию на которую можно приобрести в электронном магазине. Но в данном случае это больше похоже на аналогию с Windows. Операционная система была анонсирована компанией RedSoft в 2017 году, а также была включена в единый реестр российских компьютерных программ и систему сертификации в SPEC. Она устанавливается практически на любое современное оборудование. Интерфейс RedOS похож на Windows. Он специально разработан для облегчения перехода пользователя в новую среду. RedOS используется для рабочих станций и серверного оборудования в государственных учреждениях. Большинство разработанных российских операционных систем основаны на ядре Linux. Наиболее популярной является ОС-АЛЬТ в компании Basalt SPO. Графический интерфейс рабочего стола понятен после Windows, а набор предустановленных программ в разделе «Рабочая станция» позволяет вам немедленно приступить к просмотру, например, документов. Операционная система АЛЬТ обладает самым большим сообществом пользователей и расширенной поддержкой. ОС-Астролинукс была разработана компанией РУСБИТЕХ. Она предназначалась для обработки информации разного уровня конфиденциальности вплоть до особой важности. Средства защиты операционной системы сертифицированы Министерством обороны, СТЭК и ХСБ. Существует также гражданская универсальная версия Астролинукс для государственных учреждений. Интересно, что ОС-Астролинукс подходит для сенсорных экранов, а также может быть установлена на мобильные устройства. У конкурентов этого нет. Еще одной операционной системой, сертифицированной Министерством обороны, является РОЗА-Линукс. Разработкой и поддержкой занимаются НТЦ и ТРОСА. Также выпущены две версии этой операционной системы, одна из которых используется для обработки конфиденциальных файлов. Интерфейс прост, в нем нет беспорядочных визуальных эффектов. Среди продуктов, ориентированных на Линукс, выделяется продукт компании DZ Systems – ОС-Фантом. Основой ОС-Фантом является микроядерная среда, которая принципиально отличается от системы ЮНИКС. ОС-Фантом похожа на виртуальную машину, которая сохраняет состояние в постоянной памяти. То есть после сбоя компьютера или его выключения, она может вернуться к последней операции всего одним щелчком мыши. Однако, когда операционная система увидит свет, не совсем ясно. Рабочий прототип ожидается, что выйдет уже в этом году. На этом все. Спасибо. Дмитрий Сергеевич, у меня такой вопрос. Я подготовила доклад по этой же теме. Нужно же было на сайте в Туисе забронировать ее, так? Может, у нас, не знаю, какая-нибудь ошибка. Нона, ты ее тоже бронировала? Вы кто? Да, я ее бронировала. И на паре сказали, что одно направление может само бронировать. Это в рамках направления. Это в рамках направления, да? Да, вероятно. Поэтому так получилось. Но я в целом готова тоже рассказать, хотя информация повторяется. Хорошо, хорошо, давайте. Демидова. Секунду. Демидова. А как я могу свой экран показать? У вас такая стрелочка вверх есть. Зашарит экран. Ага. Видно? Да. Итак, я тоже расскажу об истории отечественных операционных систем. При анализе истории развития области ИТ следует иметь в виду особые условия, в которых развивались эти разработки как в СССР, так и в США, начиная с 50-х годов. Холодная война и железный занавес. В следствии этого все разработки как в области аппаратуры, так и в области программного обеспечения были строго засекречены. Такая ситуация приводила к тому, что аналогичные идеи возникали и реализовывались по обе стороны железного занавеса примерно в одно и то же время, при почти полном отсутствии информации о работах друг друга. Отечественные разработки, почти ничего не зная об аналогичных работах американских коллег, создавали свои оригинальные системы, в том числе и ОС. Например, идея многопоточности была реализована в ОС Эльбрус еще в конце 70-х годов, а в популярных зарубежных ОС, таких как Unix, Solaris и Windows, многопоточность появилась только в конце 80-х, начале 90-х. Имело место и существенное отставание советских и российских ИТ-специалистов от американских. Прежде всего, в области разработки элементной базы и технологии производства компьютеров, а также в области графических пользовательских интерфейсов. Среди передовых оригинальных отечественных разработков в области компьютерной аппаратуры и ОС 60-70-х годов следует выделить прежде всего EVM BSM-6 и ее операционные системы OS-Dispack, OS-Diapack, OS-IMP. И ее системное и прикладное программное обеспечение. Разработчиком BSM-OS-Dispack и OS-Diapack был Институт точной механики и вычислительной техники АЭН СССР под руководством академика Сергея Алексеевича Лебедева, основателя всей нашей отечественной вычислительной техники. Разработчик ОС-ИПМ, Институт прикладной математики АЭН СССР. EVM BSM-6 и ее программа обеспечения следует признать уникальным. В их развитии участвовали многие академические и университетские коллективы не только СССР, но и зарубежья. Операционные системы для BSM-6 поддерживали пакетные и диалоговые режимы взаимодействия с компьютером, страничную организацию виртуальной памяти, работу с внешними устройствами и телекоммуникационными каналами, работу в локальных сетях. К каждой BSM-6 были подключены десятки терминалов, работающих под управлением диалоговых систем DEMON, DGIN и других. Работу BSM-6 и EOS отличала высокая надежность. Другой передовой отечественной разработкой 60-70-х годов была разработка многопроцессорных вычислительных комплексов Эльбрус-1 и Эльбрус-2. В разработке программного обеспечения системы Эльбрус автор курса со своей командой принимал активное участие в течение 15 лет. Идейными вдохновителями проекта Эльбрус стал сам Лебедев, затем им руководил академик Бурцев, а после него Борис Бабаян. Следует признать, что у Эльбруса были зарубежные прототипы и долго до его появления были написаны академические зарубежные работы, заложившие научные основы подобных компьютерных архитектур. Однако разработчикам Эльбруса и его операционной системе удалось предложить и реализовать целый ряд собственных оригинальных идей и методов. Основными принципами Эльбруса, как и его предшественников, являлась теговая архитектура, то есть каждое слово памяти, кроме данных, содержало тег, код типа данных, хранящихся в этом слове, по которому аппаратура контролировала правильность выполнения операций, и также динамизм и аппаратная поддержка типичных последовательных действий, используемых при реализации языков высокого уровня. ОС Эльбрус поддерживала создание процессов и операций над ними, аналогичные тем, которые впоследствии в зарубежных разработках были названы многопоточностью. Была реализована математическая память с поддержкой страничного распределения виртуальной памяти и сегментного распределения физической, то есть оперативной памяти. Динамизм выражался в том, что отсутствовала статическая линковка, все программы и модули загружались в память только динамически при первом вызове. Подобные принципы были для своего времени передовыми, использование тегов значительно повысило надежность. Однако с современной точки зрения идеологию Эльбруса, по-видимому, нельзя считать гибкой и эффективной, потому что все аппаратные операции и соответствующие действия ОС были реализованы в общем виде, но и практически отсутствовала какая-либо возможность оптимизации. В начале 70-х годов в развитии отечественной вычислительной техники и ее системного программного обеспечения начался новый этап. Правительство СССР приняло решение о создании в качестве основной на достаточно долгий период времени отечественной серии единой системы EWM путем копирования американских компьютеров серии IBM 360. Соответственно, все базовые системные программные обеспечения, в том числе и ОС, также было адаптировано к использованию в СССР. Это решение вызвало большие проблемы с финансированием у разработчиков отечественных архитектурных компьютеров, а также вызвало большие сложности у пользователей разработчиков программного обеспечения, так как далеко не все хорошо владели английским языком. И появились, например, системы оберки, обеспечивающие русскоязычный интерфейс. Также впоследствии документация по IBM постепенно была переведена на русский язык, появилась русскоязычная справочная учебная литература, и отечественные аналоги аппаратуры IBM 360 машины серии ES-EWM оказались гораздо менее надежными, чем их прототипы, к сожалению. Спасибо. В течение еще нескольких лет было принято еще одно правительственное решение об аналогичном копировании американских мини-компьютеров серии PDP-10 и PDP-11 под общим названием «Система мини-EWM». Были и другие аналоговые работы по копированию зарубежных архитектур компьютеров и выпуски на этой основе отечественных аналогов. Фактически можно сказать, что благодаря подобному подходу срок использования зарубежных ОЭС в СССР и в России был продлен не менее чем на 15-20 лет. Копирование машины BM 360 и PDP с одной стороны дало возможность советским программистам освоить новые развитые операционные системы и языки программирования, но с другой стороны отбросило нашу отечественную вычислительную технику еще дальше назад. Теперь кратко о современных ОЭС отечественных. Наиболее известными отечественными ОЭС сегодня являются Астролинукс, Альт, РЭД-ОЭС и РОСА. Астролинукс – это операционная система на базе ядра Линукс, созданная для комплексной защиты информации и построенной защищенных автоматизированных систем. Востребована она в первую очередь в российских силовых ведомствах, спецслужбах и государственных органах. Обеспечивает степень защиты и обрабатываемой информацией до уровня государственной тайны особой важности включительно. Система работает с пакетами на базе DEPP. Исходные тексты ядра доступны на сайте разработчика. Астролинукс считается официально признанной веткой дистрибутива Debian. В феврале 2018 года объявлено, что Астролинукс была адаптирована для российских микропроцессоров Эльбрус. Альт-Линукс – это семейство дистрибутивов Linux, являющихся отдельной ветвью развития русскоязычного Linux. Репозиторией разрабатывается командой разработчиков Альт-Линукс-Тим, преимущественно русскоязычной. И большинство дистрибутивов Альт-Линукс доступны для свободного скачивания. В 99-х-2000-х годах дистрибутив, разрабатываемый будущим ядром Альт-Линукс-Тим, основывался на дистрибутиве Mandrake Linux и представлял собой его русскую версию. Роза-Линукс – это линейка дистрибутивов операционной системы Linux, разработку которых ведет российская компания NTC и T-Rosa. На Роса-Линукс основаны проекты OpenMandriva LX и macOS Linux. В линейку включены серверная версия Роса-Сервер и настольная версия Роса-Десктоп. Для каждой из версий доступны свободно распространяемые редакции, а также построены на их основе защищенные варианты, сертифицированные Россией и Российским Министерством обороны. ОС-Аврора – это мобильная операционная система, основанная на проектах с открытыми исходным кодом, включающиеся компоненты с закрытым исходным кодом, предназначена для использования на корпоративном рынке. Разработка ОС ведется с 2016 года российской компанией ООО, открытая мобильная платформа на базе Sailfish OS, которая подвергалась глубокой модификации, затрагивающей все слои операционной системы. Предназначение ОС-Аврора – построение и использование мобильно независимой инфраструктуры организаций, доверенной автономной мобильной среды, для компаний, которые опираются на мобильный бизнес-заимодействие, стремятся управлять парком мобильных устройств и используемым ПО. ОС-Аврора имеет SDK и API, которые позволяют разработчикам создавать совместимые приложения. На этом все. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы к выступающему? Значит, остальные, кто хотел выступить, пожалуйста, на лабораторных выступлениях. Ну, а у нас уже время подошло к концу. Наверное, будем перешать наши занятия. Всем спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Большое спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...